Здравствуйте! С вами вновь я, Александр, и мы с вами продолжаем изучать коляски от компании Spiro. И сегодня мы с вами вместе рассмотрим их самую интересную модельку, она называется Sonic. Вот коляска Spiro Sonic. В двух словах сначала я вам расскажу ее о технических характеристиках. Эта коляска весит 9,7 кг. Предназначена она для детей с 6 месяцев до ориентировочно 3 лет. И максимальный вес ребенка 15 кг. Учтите это при покупке. Перейдем к изучению коляски. Что в ней есть интересного? Начнем мы с ручки. Ручка здесь классической формы, прорезиненный материал. Все классически удобно. Также есть возможность регулировки ручки в достаточно большом диапазоне. Поэтому все очень удобно. И необычная система тормоза, установленная здесь на ручке. Нету педалей, а тормоз здесь на ручке. Рычажочек отодвинули, коляска встала. Отодвинули обратно, коляска поехала. Очень удобно, ничего ногами делать не нужно. Так, с этим разобрались. Теперь давайте изучим с вами козырек. Козырек здесь большой. Вы сами это видите. На козырьке есть смотровое окошечко за ребенком через москитную сетку. Сверху накрывается это все дополнительным отсеком. С таким вот интересным. Но для любителей огромных козырьков, а я знаю таких немало, есть возможность его расширить путем расстегивания дополнительной секции. И теперь смотрите, что мы получаем. Ребенок здесь закрывается полностью. Только ножки у него будут торчать. Кому это нужно, я имею в виду для тех, кто это любит, им очень понравится. Тем, кто любит, очень понравится. Ну, на самом деле, ветер подул, опустили, ребенку в лицо ничего не будет дуть. Очень удобно реализовано. Так, перейдем к изучению с вами сиденья. Сиденья. Спинка высокая, это очень хорошо. Угол, когда он полностью сидячий, тоже очень удобный. Она не завалена назад, это реально здорово. Сиденье очень широкое, место очень большое. Поэтому нехватки места здесь вы не ощутите на себе. И ребенок тоже. Что касается системы безопасности. Классическая вся система здесь установлена. Пятиточечных ремней, мягкие накладки на плечевую зону. И вот эта часть сама по себе мягкая. Тоже паховая зона имеется в виду. Тоже мягкая, это здорово. И также, как вы видите, здесь установлен бампер для безопасности. Для удобства посадки ребенка здесь реализована очень интересная система. Вот маленький тут рычажочек. Поднимаем. Все, посадили ребенка. Все, застегнули. Все отлично. Также здесь есть подножка. Но подножка здесь немножко непривычная, скажем так. Нету всяких отдельных регулировок. Здесь все реализовано другим путем. Здесь внутри есть, снизу точнее говоря, кармашек. Оттуда достаем крепление. И оно крепится на бампер. Крепление достаточно надежное, поэтому здесь держаться не будет, такого нет. Переводим вот в горизонтальное положение. И сверху застегиваем. Теперь мы, как вы видите, имеем подножку. Если хотите удлинить место, делаем таким образом. Она достаточно крепко держит ножки, поэтому проблем здесь нет. Вот как это выглядит со стороны. Еще здесь плюс этой системы в том, что, когда вы не будете пользоваться ремнями, ребенок не выскользнет. Потому что вот эта часть будет его держать. Не нужна подножка. Убираем все обратно в этот кармашек. Также есть подножка для ног, уже для подружного ребенка. Здесь пластик и резина, поэтому чиститься все будет легко. Идем дальше. Что касается самой конструкции шасси. Соответственно, это все алюминий. Алюминий достаточно такой прочный, толстый чувствуется, что он такой массивный. И вся конструкция сделана хорошо. Здесь ничего не люфтит, не скрипит. Это очень здорово. Вот. На шасси, как вы видите, установлены колеса достаточно большого диаметра. И зимой это очень полезно. Проходимость у коляски хорошая. Колеса не надувные. Это, скажем так, и плюс, и минус. Чуть жестче, чем надувные. Но никогда не проколите. Не окажетесь там далеко от дома с проколанным колесом. Вот. Это тоже, на мой взгляд, важно. Вот. И что касается амортизации. Амортизация здесь есть. Вот. Смотрите. Небольшой ход, но он есть. Спереди установлены тоже амортизаторы. Вот. Как это все реализовано. Ну и, соответственно, спереди есть возможность блокировки передних колес. Если какой-то там снег, грязь, что надо преодолеть. Кочки заблокировали, проехали и разблокировали заново. Так, еще сразу скажу вам, чем эта коляска еще хорошо подходит для зимы. У нее в комплектацию входит вот такая вот накидка на ножки. Накидка на ножки не тонкая. Она достаточно толстая. Непродуваемая абсолютно. Крепится она тоже очень простым способом. Здесь вот у нас есть липучки. Крепим их вот здесь вот. И сверху на кнопочках ремешки. Снизу я сейчас одевать не буду. Вот сверху, как это реализовано, покажу. Кнопочкой раз. Все, кнопочка E2, соответственно, снизу на липучках затягиваем. И у нас получается ребенок хорошо закрыт. Высокий бортик. Плюс у нас реально большой капюшон, если его расстегнуть. Вот, смотрите, абсолютно можно полностью закрыть ребенка. Поэтому для зимы она подходит тоже очень хорошо. Такая универсальная всесезонка. Вот. Это что касается накидки. Повторюсь, она входит в комплектацию. Покупать отдельно не нужно. Так, убираем в сторонку. Так, давайте теперь рассмотрим, какое у нее багажное отделение. Багажник здесь классической формы. Ничего необычного. Но удобно реализован здесь проем для того, чтобы вы могли что-то положить. Он достаточно глубокий. Багажник здесь, твердое дно. Тоже очень грамотное решение. Вот. И у него достаточно высокий бортик. Поэтому сюда крупногабаритные вещи. В принципе, можно легко погрузить. Так. И давайте сразу покажу вам, как реализована система наклона спинки. Спинка, кстати, опускается до 175 градусов. Вот. Какой наклон можно здесь получить. Кстати, сразу обращу внимание ваше на то, что здесь есть сзади такая маленькая мини-сумочка. Такой кармашек. Достаточно глубокий. Можно какую-то мелочь с собой в дорогу взять. Так. И давайте теперь посмотрим, как коляска складывается. Складывается она тоже очень удобным способом. Поднимаем спинку. Здесь сбоку есть кнопочка. Нажимаем ее. Вдавили. Она там щелкнет. И здесь посередине. Здесь будет написано, что нужно дернуть ремешок. Дергаем ремешок. Все. Теперь мы видим, что такая достаточно большая всесезонка превращается в достаточно компактную конструкцию, которая поместится, в принципе, я считаю, в любой багажник. Так. И теперь, чтобы ее разложить с другой стороны, вы увидите фиксатор. Оттягиваем его. Все. Можем ехать дальше. Так. Это, в принципе, все, что хотел вам рассказать по поводу этой коляски. Небольшой итог давайте подведем. Я уже вам про эту компанию рассказывал. Вообще, это интересный польский бренд. Он интересен тем, что они делают достаточно качественную продукцию за относительно небольшие деньги, если их сравнивать с прямыми ее конкурентами по качеству. Качество здесь достойное. Придраться особо не к чему. И ткани здесь тоже достаточно приятные тактильно. Это дышащая ткань. Поэтому ребенок, если долго в ней будет прогуливаться тем же летом, раздражений на коже у него никаких не будет. Ткань добротная. Хорошая ткань. Вот. И учитывая цену, это очень хорошее предложение на рынке. Учитывая еще даже то, что в комплектацию входит накидка на ножки. Отдельно она стоит в районе двух с половиной трех тысяч рублей. На этого тратиться не будете. Вот. И плюс реализован еще тормоз на ручке. Это тоже редкость для такого класса колясок. Поэтому, не знаю, мне кажется, очень интересное предложение. За свои деньги так вообще отлично. И если ищите на круглый год себе хорошую прогулку, с хорошей подготовкой для зимы, я думаю, нужно обратить на нее внимание, изучите, посмотрите. Вот. Это, в принципе, все, что хотел вам про нее рассказать. И в заключение хочу поблагодарить магазин Первая коляска за то, что предоставили нам ее на обзор. Спасибо ей большое. Ну, а вам, собственно, хорошего выбора. Если этот вам обзор был полезен и интересен, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. И удачи вам!